А между тем, зарплатный фонд менеджеров «Нафтогаза» за прошлый год раздулся в 13 раз. Это следует из годового финансового отчёта компании. Напомню, тарифы на газ для населения и промышленности выросли более чем в 4 раза. А на субсидии сейчас претендует около 20 миллионов украинцев. По сути, это половина страны, им нечем платить. Куда уходят деньги и почему украинский газ продают по цене импортного, разбирались мои коллеги. Скандал в украинском газовом монополисте. Только вчера один из главных кредиторов Украины, Европейский баннер реконструкции и развития, заявил о провале реформирования нефтегаза, как сегодня всплыли цифры годового финансового отчёта компании. Выяснилось, за прошлый год зарплаты руководителей НАК выросли в 13 раз. В среднем каждый из 10 топ-менеджеров компании заработал по 8 миллионов гривен. Эти кадры журналистам удалось снять ещё в позапрошлом году. Элитный посёлок на берегу Киевского моря. Закрытая территория, камеры наблюдения, колючая проволока, вооружённая охрана. Это дом главы нефтегаза Андрея Коболева. 300 квадратов стоимостью 1 миллион долларов. Тогда он забыл внести жильё в декларацию, заявив, что арендует его. В то время, как украинцы этой зимой считали, сколько должны по новым платёжкам, глава НАК получал более 2 миллионов гривен в месяц. Это наш котёл. Мы нещодавно его заменили на трохи экономнейший. И это наша газовая колонка. Это уже не элитный пригород столицы. Кропивницкий. Преподаватель английского Юлия живёт с мужем и двумя детьми в частном доме. Чуть больше 50 квадратов. Этой зимой ждали не субсидии и обещаний политиков, а чтобы морозы не крепчали. Ведь платить попросту нечем. С ростом стоимости газа таких украинцев оказалось более 20 миллионов человек. Платить по новым тарифам половина страны попросту не может. И не должны, уверен эксперт по энергетике Валентин Землянский. Ведь людям по закону должны продавать не импортный, а украинский газ нашей добычи, которого хватает для нужд населения. И стоит он далеко не по 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. Если его считать по цене добычи, ещё раз, плюс деньги в развитие компании, в операционную Укргаздобычу, то его цена должна составлять 80 долларов. Это, извините меня, не 6,879, как есть сейчас, 2,5 тысячи гривен мы переплачиваем ежемесячно, потребляя газ, то есть все потребители Украины. По кругу, получается, если посчитать, то это дополнительные 1,7 миллиарда долларов, которые получает НАК «Нафтогаз» Украины. Украинцы потребляют газ нашей добычи, однако платят не по 80, а по 250 долларов за тысячу кубов, как за импортный. Именно отсюда миллиардные прибыли компании, говорит эксперт. Более того, почти весь газ, который мы покупаем в Европе, на самом деле российский, уверен Валентин Землянский. Только теперь Украина ещё оплачивает и услуги фирм-посредников. Одна из них – немецкая компания «Трейлстоун», зарегистрированная в Шоре на Кайманских островах. Ещё в позапрошлом году вокруг компании разгорелся скандал. Тогда журналисты и некоторые депутаты заявили, что фирма может быть связана с депутатами Народного фронта и директором по развитию нефтегаза Юрием Витренко. Это закупка российского газа через европейских посредников. Государство в лице конкретных чиновников, возглавляющих НАК «Нафтогаз» Украины, по сути наживается на население, в том числе и за счёт подобного рода тарифов, так ещё при этом заявляя о том, что, знаете, мы тарифы повысили, а они убыточные, наверное, надо ещё. Только за прошлый год, за счёт завышенной в три раза стоимости газа, которую выставляет людям, прибыль нефтегаза составила 26 миллиардов гривен. Однако где эти деньги, неизвестно. Когда я услышал последние сентенции Коболева, первое, о том, что низкая цена на газ равняется коррупции. Коррупция равняется Коболев, вот запомните, пожалуйста. Вот Коболев равняется коррупцией. Второе, он нас готовит к тому, что они провалят программу подобычи и не будет хватать украинского газа, и надо будет закупать. А я понимаю, что они закупают сами у себя фирмы-прокладки, и для реверса они создали давно. Это реальная угроза независимости. Ведь из-за высокой цены газа останавливается и украинская промышленность. Бюджет теряет миллиарды гривен, а десятки тысяч украинцев – работу. Тем временем, вскоре люди могут увидеть новые цифры в платёжках. Куда уходят деньги людей и почему люди вынуждены переплачивать за газ – эти вопросы уже правоохранителям. В парламенте уже потребовали от НАБУ и Генпрокуратуры проверить деятельность нефтегаза. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности – телеканал «Интер».